Здесь мы перейдем уже к мейн-карду. Бой здесь у нас открывает Майкл Тризана против Луис Пена. Я напомню, что это оба выходцы из предыдущего ТАФа. Луис Пена. Ну, сейчас как бы боец не битый, если посмотреть просто на его профессиональный рекорд. Пять побед. Все пять побед досрочных. Четыре из них сабмишенными. Ну, вообще-то такой достаточно разносторонний, как мне кажется, боец. Хотя, безусловно, со своими пробелами. Эти пробелы в ТАФе мы видели. Но шанс свой в UFC он получил. Выиграл в первом бою Рики Шмулина. Вполне себе хорошо себя показав. Тренируется он в таком достаточно топовом лагере. Ну, и, по идее, является... Любимчик Арьем. Да, любимчик Арьем. В общем, является достаточно перспективным бойцом, если объективно посмотреть. Что касается Майка Тризана, это также не битый боец. Ему 26 лет. Сейчас рекорд, конечно, еще получше. Опять же, хорошо себя в ТАФе проявил. Просто отлично. В финале встретился с Джоги Анетти и выиграл его сплитом. Ну, по этому бою как-то трудно, если честно, комментарии давать. Потому что, ну, такое было течение. Не особо зрелищное, как мне кажется. Но местами такое... В общем, если кто-то этот бой видел, я думаю, вы видели там, в каких позициях периодически были бойцы, что они там делали не особо понятные вещи. Вот. Я просто не знаю, как это как бы описать мягко. Но в любом случае, Тризана этот бой выиграл. Бой был, конечно, близкий очень. Ну, в общем, встречаются здесь, по сути, молодые бойцы, еще не особо опытные, перспективные оба. Да. И Луис Пена здесь идет весьма и весьма крупным фаворитом. 1,26 сейчас на него коэффициент. Майк Тризана, несмотря на то, что, собственно, и в ТАФе себя хорошо проявил, и выиграл в финале. Он здесь идет крупным андердогом 4,15. Вот такой расклад. Сей, как думаешь, что здесь по делу? Ну, Тризана, вот он победитель, да, ТАФа? И, по сути, вот сейчас определится победитель ТАФа, по сути. Вот. Но, хочется сказать, что, конечно, коэффициент не по делу. Ну, потому что, ну да, он победил, Луис Пена победил, этот, как это было, Рича Смулина. Креплера из этого СБДжи зала. Вот. Но, собственно, ну и что дальше? Потому что он поломанный весь, там проблемы с почками были и так далее. Навыки, конечно, у Пена отлично, и вот это вот, что он у Майли на минималках такой. Есть медийность в плане внешности, да, там есть интересы от бойцов, там, да, его бои комментируют иногда. Вот. То есть там, ну, перформансы мы его были впечатлены в прошлый раз. Вот. И, собственно, Майк Тризана, он берет обычно своим кардио, да, бои. У Пены оно не хуже, на самом деле. И в стойке, мне кажется, даже Пена получше. Но у Пены есть свои пробелы в виде защиты от тейкдауна, в виде... Да, он вообще не дал сделать ни одного тейкдауна, там, Рича Смулина. А, ну, передавал. Ну, в общем, даже если давал, то он вставал там и так далее. Вот. Но у него есть пробелы в плане защиты от тейкдаунов, есть проблемы с защитой в стойке. Мы видели эти пробелы и до ТАФа, и в ТАФе, как его пробивали банальными абсолютно ударами. Просто летящими, там, без обманных движений, без никаких-то вилок, там, вообще просто без определенной подготовки. Просто летят мне в голову, они попадают. Потому что, в основном, его защита, это защита руками блоки и, ну, голову, отстранение назад просто. Вот. Поэтому, вот, делать из него какого-то нереального, там, бойца, вот, на данном этапе, я считаю, вообще нельзя. Вот. И бой тут вполне возможно будет намного ближе. Намного ближе, чем букмекеры думают. Трязану тоже непростой парень. Возможно, он здесь и проиграет, но вполне возможно, что доставит он проблем не на 1,2. Поэтому. Да, да, безусловно. Ну, коэффициенты здесь, по моему мнению, ну, как бы такие странноватые, если честно. Я вообще, как бы, учитывая то, что он был победителем ТАФа, да, и то, что такие низкоскиловые бойцы побеждали у Пена, мне казалось, что там очень близкими будут коэффициенты, но никак не 1,2. Да, я тоже думал, что коэффициенты будут ближе. Ну, как ты сказал, есть у Пены свои недостатки. В первую очередь, ну, что мне лично бросилось в глаза в ТАФе, то, что в стойке он пропускает, ну, больше, чем он должен это делать, как мне кажется. Защита от тейкдаунов, ну, тоже, наверное, все-таки не самая лучшая. Ну, даже если со Шмулином взять бой. Шмулин попытался провести три тейкдауна, и два из них у него получились. Вот, ну, в любом, ну, как бы, учитывая вот эти вот факторы, как раз, я думаю, что, ну, немножко не по делу коэффициенты. Ну, посмотрим, как сложится бой. Здесь у нас следующий женский бой. Мэйси Барбер встречается с Ханна Киферс. Ну, собственно, Сень, я думаю, здесь, я думаю, мы сильно, как бы, не будем задерживаться, потому что Барбер, ну, весьма перспективный боец. 20 лет ей сейчас. Ее ведут откровенно прямо. Да, однозначно. Она развивается, у нее из пяти побед четыре досрочные. Тренируется в топовом лагере. В данной контендер серии отличный бой провела. А, как мне показалось, она вообще могла просто все в первом раунде закончить, ну, немножко потянула почему-то. Да, 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 конечно. Ну, и соперница на коротком уведомлении. Я посмотрел ее бои, я просто не понимаю, что она будет противопоставлять, поэтому, ну, как мне кажется, здесь по делу коэффициенты 1.22 на Барбер. Да, да, абсолютно победит она. Ее ведут откровенно и вели ее до этого. Все вот это вот. Еще давно она в лучших залах тренировалась, да, выкладывала постоянно в этот, в Инстаграме свои вещи. Мы еще до подписания просто мы лазили там, видели ее Инстаграм. У нее так она называется, Future Champ, да, не скромно так. Вот, ну, конечно, дали проходную бойцушечку и все. Да, да, здесь на самом деле...